Как изменится жизнь нижнекамца в этом году и как закончилась выездная серия хоккеистов-нефтехимикам? Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии. Александр Комаров, здравствуйте. Ну, поговорим об изменениях, которые вступили в силу в этом году. Приятная новость. Тепло подешевело. С 1 января гигакалория будет стоить 1438 рублей. Ранее эта сумма составляла 1475. А вот для злостых неплательщиков с нового года изменится размер пения за просрочку оплаты. Рассчитывать неустойку будут по прогрессивной шкале в зависимости от того, насколько затягиваются платежи. Алкоголь, сигареты и бензин тоже подорожают. Но есть и бонусы для добропорядочных водителей. Начнет действовать 50-процентная скидка на оплату штрафов ГИБДД. Но необходимо все оплатить в течение 20 дней после того, как будет составлен протокол. В этом году планируется переход от бумажных паспортов на электронные карты с чипами. С этого месяца примерно на 300 рублей подорожает оплата за детский сад. Провели праздничную ночь в храме, приняли участие в богослужении и встретили Рождество. Христиане отпраздновали одно из главных православных событий. В ночь на 7 января божественные литургии прошли по всему миру. Не стал исключением и наш город. Сразу в 15 нижнекамских храмах и церквях состоялись службы. Большое количество прихожан было в храме Воскресения Христова. Службу для них провел отец Иоанн. Рождественские мероприятия на этом не закончились. Местные артисты представили нижнекамцам праздничный концерт. Он прошел в музыкальном училище. На рождественской встрече, которая, кстати, стала уже традиционной, был аншлаг. Горожан своими выступлениями порадовали камерный оркестр и оркестр народных инструментов под руководством Зинаиды Плетневой, а также вокальный ансамбль капеллы. Хоккейный нефтехимик завершил первую выездную серию наступившего года. Накануне подопечный Вадимир Крикунова встречались с Хабаровским Амуром. В первой половине стартовой 20-ти минутки отличиться в большинстве хозяевам не удалось. А вот свое численное преимущество нефтехимик реализовал. 1-0 отличился Стас. Во втором периоде химики смогли забить дважды. На свой счет шайбы записали Стоа и Лямин. Хозяева отыграли только одну шайбу, 3-1. Заключительный игровой отрезок порадовал хабаровских болельщиков второй шайбой ворота Ивана Лисутина. Но больше хозяевам забить не удалось. Итог. 3-2 в пользу нефтехимика. Пасмурную погоду с небольшим снегом обещают сегодня синоптики в Нижнекамске. Температура воздуха минус 5-7 градусов. Ветер южный. Его скорость 1 метр в секунду. Ну а в городе прошел необычный флешмоб, посвященный каляткам. И почему тренерский штаб покинул легенда клуба. Об этом и не только уже в следующих выпусках новостей. Оставайтесь с нами. Вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Ну и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077. Также можете писать нам на наш сайт. Его адрес ntrtv.ru. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова